Будут бустите! Есть! Like a boss! Всем твс, друзья, меня зовут Сергей Лав И сегодня я вновь играю в Robocraft Сложилась такая хорошая, может быть, не очень традиция Что раз в неделю выходит новый патч в игре И, собственно, я снимаю раз в неделю Robocraft Чтобы у меня было что вам рассказать, показать Какие-то новые впечатления, поделиться Итак, новое дерево прокачки Собственно, про него я уже говорил В моем видео про обновления Но хочу сказать еще Моих пожеланий к разработчикам Что неплохо было бы добавить? Неплохо было бы добавить кнопочек подсветки Конкретно каждой из категорий То есть, допустим, нажимаешь на броньку Подсвечивается или, допустим, затеняются все остальные предметики Остается только подсвечена бронька Чтобы это было понятнее Плюс через Ctrl колесико, чтобы можно было делать зум-раззум Для меня это очень привычная была бы функция Но, увы, ее нет Также не понимаю нытья о том, что Мол, оно стало не таким понятным, как раньше было Было последовательно, а сейчас мне нужно прокачивать то, что мне не нужно Это однозначно плюс Потому что ведь ты прокачиваешь Раньше было бесполезные колеса И ты их просто-напросто никогда не прокачиваешь Они так бы и валялись у тебя А так ты их вынужден прокачать И это здорово Но я вам еще покажу дерево из Path of Exile Нормальное дерево прокачки Никому оно не мешает Никто не умер от такого дерева прокачки Это раз, два, три Потому что он на третьем Это мой прототип Лизы Новый прототип Лизы Потому что я подумал о переводе ее на более воздушное состояние На летательное И да, с последним патчем все-таки появилось Больше каких-то леталок, стрелялок и так далее В-четвертых я переделал свой КамАЗ Джип-внедорожник в зеленый И потратил уйму просто кубов Вот смотрите, у меня высадилось аж 500, ребят, белых кубов Вот столько я их снял И я поставил молоднявые колеса Вы посмотрите, как они сюда вписываются Единственное, их минус то, что они занимают по 30 цепу каждая И мне нужен еще вагон просто левелов Чтобы хотя бы еще два колеса поставить Но это позже Сегодня же я хотел полетать на вот такой мега штуке Нет, немножко не на такой Ей не хватает огневой мощи Конечно же, не хватает огневой мощи Кто понимает, что это Там, ребят, респект вам Если вы знаете, что такое боевое кресло Также разработчики уже написали в твитату свою Что будет нерв подобных кресел За счет того, что они снизят отдачу пулеметиков И больше не полетать Поэтому, ребят, давайте сегодня насладимся, что ли Подобной техникой В первый и последний раз, наверное Потому что я лично на таком не летал Между прочим, вчерашний патч вышел очень даже плавно Без всяких багов Ну, практически без смертельных багов Без неприятностей Ну, были там небольшие неприятности Но все это мелочи Если не сказать о двух вещах Которые лично меня стали напрягать Первое, это то, что нельзя мгновенно теперь выйти из боя Потому что вот этот таймер Видите, человечек справа Который появляется Раньше вообще многие не знали, что это за человечек На кой фиг он появляется На самом деле, это ваша боевая активность Если вы получаете урон или наносите урон Вы не можете выйти в течение 10 секунд Вот видите, он появился Потому что я получил урон и я уже помер Ну, немножко не затащил, ребят, бывает Сейчас попробуем сделать это иначе Вот, нельзя выйти, пока этот человечек есть Видите, он висит, висит, висит 10 секунд Теперь я могу выйти из боя Посмертно он должен исчезать, по идее То есть обнуляться этот таймер Не должен вообще появляться При смерти Это сделано для того, чтобы, допустим, вы под обстрелом в бою Находитесь и не можете Чтобы вы не могли ливнуть при этом Вот для этого он создан Но когда вы умерли, уже не важно Этот таймер Да вы пофиксит Итак, турберная табуретка Попытка номер 2 Да блин, да Как ты мне помешал набрать турбоскорость? Давай, 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 давай Сейчас я прям на захват залечу Кстати, зимние карты стало на 20% меньше Я понятия не имею, если честно, где это 20% Где отрезали Подразумеваю где-то в леднике Но мне пофигу На всех тех маршрутах, на которых я и так Ездил, бегал Ничего не заметно стало Но вот леталок стал явно больше Есть, есть Отлично Шарашим, шарашим Они, наверное, вообще не понимают откуда А не, это плазма вообще Нифига себе Вот это бэкдор Вот это Снаперёк Да ты офигел вообще Давай, давай, давай Оп, оп, оп Эх Блин Чёртовы снайперы Теперь хреновый снаперить с пулемётов Так они снаперёт со снайперок Да Баланс стал лучше И я не буду Поддерживать, опять же Батхёрта И нудёж Десятилетних экспертов По поводу баланса О том, что, мол, нужно было делать так Или стало плохо Или патч опять УГ Как мне понравился Коммент разработчиков На самом деле Вот видите Теперь можно наблюдать Вот, допустим Как вот этот дятел Затащит бой И, кстати, есть баг Помимо того, что нельзя выходить За то, что вы выходите Вы получаете там 50-100 монет На восьмом тире За поражение За то, что вы ливнули Если вы досмотрите бой до конца Вы получаете бабло Точно так же, как и раньше Я надеюсь, что всё-таки Это не фича, а баг Который Или это фича, симулирующая То, чтобы вы досматривали бой Но это глупо на самом-то деле Пусть посмертно Мне потом, как бой заканчивается Доначисляют Все монетки Там, за поражение Или за победу Как это в танках Потому что она реализована Так вот О чём-то я говорил-то Говорил я о том, что Многие скажут, что патч говно И даже коммент под патчем Был английский, конечно же, ребят, коммент Что, мол, патч УГ Отвратительный патч И коммент разработчика на это Отзыв УГ Отвратительный отзыв Типа не информативный абсолютно Ты напиши хотя бы Почему он плох И чем он плох Чтобы мы могли исправить это Если это действительно так И я не буду поддерживать Вот эту тут Баткерсу, мол Раньше было лучше Сейчас плохо Плохо игра скатывается Потому что на самом деле Сейчас Одно из лучших состояний игры Я могу экспертно заявить Ох ты, вот поросёнок Пётр Тоже летает Подобные, ну подобные Техники, как и я Почему? Вспомните те времена До того, как появились СМГ СМГ И снайперки Был полный отстой С леталками Они были имбами Нереальнейшими, ребят Можно было на бомбере Убить четверых или пятерых Я про этот бой Про свой рассказывал Уже в трёх или в четырёх сериях Потому что с леталкой Ничего вообще нельзя было сделать И вы считаете, что это было правильно Что леталка была имбой То есть если тебя не убили лазерники То ты мог плазмобомбить Сколько все влезет И тебе не нужно было иметь Никакой мозг Или скилл Потому что можно было Сидеть, ковырять в носу И этого достаточно Чтобы, собственно, затащить бой Потому что в тебя никто не может попасть Вообще чисто теоретически даже Поэтому я не играл на лазерах Я играл на отрывателе жоп Который умел Снайп по плазму И я мог и леталок сбивать И наземку я очень хорошо сбивал И можно было назвать это хорошим балансом Нет, нельзя было назвать это хорошим балансом Это был полный отстой, ребят Ну давайте всё-таки уйдём из этого боя И найдём себе нормальное Какое-нибудь применение Зайдём за Лизу Потому что Лиза тоже претерпела Несколько изменений Пока не самых лучших Вот, смотрите, я ливнул Мне дают 117 РП Да, ребят, я на этом, блин, нафармлюсь Будь здоров Мне нужно снять, конечно же, мои ракеты Потому что у меня нету дополнительных 5С лазеров Зато у меня есть Вот здесь они стоят Ну что ж, пошли искать бой Итак, что я могу сказать по поводу баланса лазеров Они стали тем, чем они и должны были, ребят Быть это пулемётики Убрали двойной выстрел Убрали точности за вот такие выстрелы Теперь это действительно очень тяжело Стрелять по леталкам И я забиваю стрелять по леталкам Которые я вижу, что они большие по силуэту То есть не однокубовые, типа, как мой табурет летательный Потому что, ну, это очень долго его пилить Я потрачу целую минуту или две, чтобы откусить ему, там, половину этой леталки Я лучше просто пойду поубиваю кого-нибудь, какой-нибудь наземки И многие точно так же поступают Потому что пилить в воздухе вот таким вот выстрелом Вот одиночным, вот так вот Это очень долго и затратно по времени И бессмысленно, в принципе Леталок стало больше, это плюс Они теперь не имбовые, это тоже плюс Им нужен баф еще какой-то, да, нужен Но электроплиты, которые будут регенить свои ХП со временем Вы, которые собираются выйти на следующей неделе Должны побустить маленький средний крафт Я очень на это рассчитываю И побустить, естественно, леталки Которые могут резко куда-то запрятаться и зарегенить свои ХП Плюс, нытье по поводу того, что неинформативные и бесполезные вот эти хелс-бары Которые подсвечиваются Я тоже не поддерживаю Потому что это, это все-таки как-то, знаете Яркая обертка, которая привлекает няня Плюс регенящие ХП-бары Как вы узнаете, отрегенировался ваша плита или нет Если нет никакого индикатора ее жизни Логично же? Никак вы не узнаете этого И за этот бой я, между прочим, получил 1650 Не знаю, хотя я ливнул Мне за килл 700 дали Киллы, по крайней мере, засчитываются Но, видите, брейв-бонусы не даются мне теперь Брейв-бонусы И да, у меня есть премиум, ребят Это я не покупной премиум А, есть нормальный промокод рабочий По крайней мере, вчера, когда я его актерил Он работал, на стриме его скинули И сегодня ребята писали, что он тоже работает Поэтому, ребят, на экране Если я не забуду, я его добавлю Используйте, пока работает Если не работает, то я не виноват, ребят, серьезно Че дали? Тему пользуюсь У меня сработало, я молодец Я формлю Потому что колеса-то по 15 тысяч стоят для моего трактора Где мне еще взять столько денег-то? Ну что ж, попытка номер какая? Там попытка уже затащить этот бой На самом деле, с пулеметом стало играть сложнее По крайней мере, на средних и дальних дистанциях Они стали почти что бесполезны, ребят Но очень тяжело С них что-то выдавить Если ты против кровати стреляешь Да ты... Блин, я бы тебе сейчас зарепортил Где кнопка репорта? Нет, кнопки репорта Очень жаль Зарепортить рака, которая тебя чуть не перевернула Вот тут можно бесполезно и очень долго перестреливаться Будет видно, что даже если я попадаю Откусывается там 0,1% Какого-то это бесполезно абсолютно Появилось больше снайперов, больше плазмы И опять же, я не поддерживаю нытьё по поводу Появились аутисты, плазмаш, сплэш-бомберы Или там сплэш-плазмеры И тут плохо, мол, игра опять скатывается На самом деле, вот у меня диван лазерный И неужели, чтобы играть на лазерном диване Нужно очень много мозгов? Я не понимаю По-моему, это просто другой геймплей Другой стиль и другой способ забирать Врагов на тот свет По крайней мере, по 5 скиллов Я делал вчера на... Ну, может быть, не на стриме Но 5 скиллов, 5 стилов Не удавалось на лазерах брать Вот сейчас видите Очень-очень бесполезно стрелять Одиночными выстрелами Они просто разлетаются в никуда Так Нужно ждать очень долго, чтобы Прицел сприцелился Чтобы вести новый огонь Так, давайте, давайте, давайте Блин, вот теперь играют вот так вот Очень часто стали играть Леталок стало больше Ощутимо больше Буквально вот до записи Я чуть для разминочки поиграл Пофармил Видел у нас Наши затащили, было три леталки Вот на захвате, то есть три летательных аппарата Которые разной конструкции Размеров, но это говорит о многом Плюс в том же бою я сдох от сплэш-бомбера Ребята, они вернулись Действительно сплэш-бомберы вернулись Про бомберов я хочу сказать, что Почему-то в описании теперь На плазме написано, что там сплэш 23 метра, ребят Нет там никаких 23 метров Раньше, вспомните, у лазеров дальность была 50 метров 23 метра сплэш был бы больше Моего корабля, то есть попадание бы было В раза в полтора, в два, в три раза больше Радиус был бы моего корабля Но этого нет, это ошибка какая-то по написанию Может быть 2,3 метра он встал Может быть ничего не изменилось, просто в данных В игре что-то накосячили Как это бывает, там видимо очень неправильно Берется информация откуда-то Не из игровых данных, то есть игровые Атрибуты и... Дефит, блин! Да вы шутите! Черт, серьезно, 3 секунды не хватило Для того, чтобы захватить Стреляй, а не стреляй, а проиграли уже все Поздняво, никто не задефитил Киллчейн бонус 0 Ну вот Брейв бонус засчитываются Хотя бы и 3000 спрема я все-таки получил Тикпоинтов 8 штук, да Это очень много, если учесть, что у меня уже 5000 тикпоинтов Которые мне в принципе нафиг не нужны Даже если бы мне сбросили все дерево прокачки Я, наверное, смог бы его прокачать заново Все, целиком, сразу же Хе-хе Но увы, ах, его не сбросили Мне... Ну ладно, надо еще раз прокатить И все-таки нафармить много-много киллов Хотя, знаете, ребят, к черту Много-многих киллов Давайте на вот этой белой леталке Седьмого тира кого-нибудь заовнем Ну что ж, гоу-гоу Белый крафт восьмого тира Ты должен затащить Я в тебя верю Это скелет Название корабля Экспериментал Потому что это экспериментальная Лиза Скелет от нее Возможный Который станет финалом Вон, кстати, боевая табуретка полетела В бой В надежде кого-нибудь затащить Очень тяжело попадать с лазеров в эти табуретки Просто Мне не повезло Меня сбили дважды И до этого меня сбили тоже еще много-много раз Но на самом деле Можно этой табуреткой что-нибудь сделать Надеюсь, надеюсь, что их побустят Ну, не из-за дачи А то, что будут трастеры на них все-таки использоваться Как средство передвижения И электроплиты Будут бустить их Есть! Лайкобосс просто затащил Белым крафтом седьмого тира, ребят Используйте его В плагиате этот крафт Он нагибуч Черт, я вытанковал выстрелы Снайперки Офигеть! Я два выстрела из снайперки оттанковал уже Белый крафт седьмого тира, ребят Вот вам метагейм новый Который тащит однозначно Ну, пусть он немножко медленный Я просто очень жадный Опять простреливаются скалы со снайперок Ну, бывает, бывает Я очень жадный Мне жалко 120 тысяч потратить на то, чтобы закупиться нормальными Нормальными ховерами Черт, я всего пытаюсь убить Ну, да ладно Френдли файер станет включен Неважно, пытаюсь я его Блин, меня он уже раздражает У меня не осталось уже ничего Ладно, режим поросенка Слоу-почного Петра Не спас меня Я сдох Черт, я не зашняю Они крутятся теперь? Нифига себе Я не знал, что они крутятся Вообще не замечал Кстати, у геля изменилась текстурка Я это не сказал В почтноцах Потому что Я не заметил, что у геля изменились текстурки Давайте я вам покажу Наверное Там никакой особой разницы Так, 600 монеток я получил Ну, ну, ничего, ничего Я же убил кого-то Значит, я тащу Как минимум Это уже здорово Так, где мы гели? Бронегелия нет Видите, у него Он такой вот стал Моднявенький Вот гелий Ну, может быть, это действительно лучше И требовалось для Того, чтобы игра стала круче Но где бронегелия разработчики? Где бронегелий? Я жду его уже две недели Потому что я не леталка Но я все равно его жду Просто хочу, чтобы Больше разнообразия в игре было А бронегелия однозначно Добавит разнообразия в игру Ну, так вот Вроде бы я поездил на всем Ну, разве что на моем Предаторе я не выкатился У него нету колес Он немножко в ремонте Подождите, пока Сантехник Точнее, блин, механик Василий Просохнет И доделает все-таки Мой джип пару За пару бутылок водки И я на нем точно прокачусь А пока что я буду с вами прощаться Пишите в комментариях Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Заходите в крупнейшую группу Вконтакте про Байкрафту Ссылка в описании А на этом все Надеюсь, что развлекал Не только себя, но и вас